Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Она одолела Сару Сильву с Мавританских островов и испанку Концепсьон Беларин. В ходе борьбы Самарчанка получила травму и поэтому финал не состоялся. В итоге второе место. Золотая медаль Африки у Эмилия Марон из Швейцарии. Первенство по Волжи по синхронному плаванию прошло в Самаре. На воду вышли девушки от 8 до 18 лет. Четыре категории. Восемь сборных команд. Нижний Новгород, Нижнекамск, Оренбург, Казань, Набережные Челны, Пермь и Самара. Задача местных девушек заслужить кандидатский минимум. В прошлом году девушки набрали по 8,6 балла. Этого чуть-чуть не хватило до достижения желаемого результата. В этом году лидеры показали на что способны. Ксюша Гаврилова, она у нас соло будет выступать в дуэте. Мы сейчас заняли вместе с Настей Маниной третье место. Также они сейчас борются за группу, за первое место, могу сказать. А с юниоров у нас Яна Чуркина на второе место по обязательности заняла и второе место по дуэту. Хромает у Самарской сборной только обязательная программа, зато им нет равных в соло и групповых выступлениях. Сейчас вообще бум все ходу плавания после чемпионата мира. У нас вот в этом году пришло около ста девочек заниматься в эти наши две команды в ССК ВВС и в детскую спортивную школу. Мы сейчас растим своих новых звездочек, которых сейчас очень много. И скамейка запасных у нас очень большая. И поэтому если вдруг кто-то из девочек по какой-то причине, это бывает и какое-то вдруг возникшее заболевание уходит, у нас есть кем ее заменить из резерва. Лучшие синхронистки зимой поедут на первенство страны, а летом на всероссийскую спартакиаду школьников. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова